Пастор Джуан, подождите! Ну опять! Кучуан, ты можешь успокоиться? Извините, извините. Пастор Джуан, вы так торопитесь к брату Яну, я с трудом поспеваю. Зачем мы так бежим? За тем, что я волнуюсь. Брат Ян очень авторитетный человек. Проповедует, пострадал в застенках. Конечно. А сейчас он не только верит в Восточную молнию, он привлекает верующих к ее изучению. Мое сердце на части разрывается. Такая боль. Я знаю. Если все начнут верить в Восточную молнию... То чьим пастором вы будете? Верно. Я... Ты что несешь? Я же о братьях и сестрах пекусь. О, да, конечно. У вас благие намерения, благие намерения. Сегодня в любом случае нужно вытащить брата Яна из пропасти. Но брат Ян такой упрямый. Как нам это сделать? Спокойно. Есть у меня план. Есть план? Слушай меня. Его сын? Следить за мной и делать, как я. Ясно? Да, делать, как я. Что? Ой, нет. Следить за вами. Идем. Да. Кто там? Брат Ян, это я. Пастор Джоан. Брат Ян, а мы к вам. Принимайте гостей. Погоди. Что ты торопишься? Пастор Джоан, давно не виделись. Да. Прошу, проходите. Можно. У меня много работы в церкви и мало времени. Понимаю. И я рано встаю, чтобы писать проповеди. Ты такой занятой. Вот так. Садитесь. Писанина не помогает. Наша паства убегает. Налить воды. Давайте. Располагайтесь. Брат Ян, сегодня мы наконец нашли время, поэтому поговорим по душам. Правильно, правильно. Брат Ян, может, вы не знаете, но пастор Джоан как узнал. Брат Ян, так как идет подготовка к свадьбе? Тао и Минь. Уже почти все готово. Слава Господу. Чудесно. К тому же, обе семьи верующие. Отлично. Да. Пастор Джоан усердно молился за их свадьбу. Это правда. Ты очень помог всем со свадьбой Тао. Мои братья и сестры должны заботиться друг о друге. Да, именно. Выпейте воды. Брат Ян, после нашей последней встречи я узнал, что ты веришь в Восточную молнию. Это правда? Да. И я хотел поговорить об этом. Как ты мог так с Господом? Брат Ян, послушай. Ведь Господь скоро восхитит нас в Царство Небесное. Как в такой важный момент ты поверил в Восточную молнию? Действительно. Пастор Джоан, мы столько лет осуждали Восточную молнию, но даже не читали слов всемогущего Бога. Разве такова воля Господа? Восточная молния возвещает истину, изреченную всемогущим Богом. Разве нам не стоит это исследовать? В последнее время я читал слова всемогущего Бога. Я верю, что всемогущий Бог – это вернувшийся Господь Иисус. Это невозможно. Если бы Господь Иисус вернулся, Он все равно звался бы Господом Иисусом. Да. В Библии ясно сказано «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же». Аминь. Братьян, имя Господа Иисуса всегда останется неизменным. Да. Пастор Джоан, в Библии ясно сказано, что сама сущность Бога неизменна, а не то, что имя Бога останется неизменным. Ха, первый раз слышу такую интерпретацию. Верно. Я понял эту тайну, лишь прочитав слово всемогущего Бога. И вот, что там говорится. Его сущность и то, кто Он есть, и чем Он обладает, никогда не изменятся. Его труд, однако, непрестанно продвигается вперед и непрестанно углубляется, ибо Он неизменно новый и никогда не старый. В каждом периоде Бог принимает новое имя. В каждом периоде Он выполняет новую работу, и в каждом периоде Он позволяет Своим сотворенным увидеть Его новую волю и новый характер. Хорошо. Братьян, ты говоришь, что имя Бога изменяется в каждом периоде. Но в Библии об этом не слово. Точно. Не надо этому верить. Смотрите, в период закона Бог звался Иегова, а в период благодати Его имя Иисус. Разве имя Бога не менялось раньше? Пастор Джуан, имя Бога изменилось. Помолчи. Пастор Джуан, ты помнишь, что говорится в Откровении, глава 3, стих 12? Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего. И имя мое новое. Пастор Джуан, Библия правда пророчит, что у Бога будет новое имя. Да. В Библии сказано, что в последние дни Бог вернется с новым именем. И имя это всемогущий Бог. Даже если Библия пророчит о новом имени Бога, и ты говоришь, что имя Господа всемогущий Бог, а есть здесь библейское обоснование? Конечно, есть. Конечно. В Откровении, глава 1, стих 8, глава 4, стих 8, глава 11, стих 17, и в других местах Библии сказано, что новое имя Бога в последние дни – Вседержитель, то есть всемогущий Бог. Пастор Джуан, такое правда есть. А слово всемогущего Бога говорит об этом еще яснее. Пастор Джуан, я прочту тебе слова всемогущего Бога. Вот, давайте сядем. Садитесь, прошу тебя. Всемогущий Бог говорит, несмотря на то, что Иегова, Иисус и Мессия все олицетворяют Дух Бога. Эти имена лишь представляют различные периоды Божьего плана управления и не олицетворяют Бога во всей Его полноте. Имена, которыми здесь на земле называют Бога люди, не могут выразить всю полноту Божьего характера и все, кем Он является. Все это просто разные имена, которыми Бога называли в разные периоды. И поэтому, когда наступит финальный период, период последних дней, имя Бога снова изменится. Его уже не будут называть Иеговой или Иисусом, и тем более Мессией, но будут называть сильным всемогущим Богом, и под этим именем Он приведет весь период к завершению. Бог звался Иегова в Ветхом Завете, Иисус в Новом Завете, а теперь Он всемогущий Бог. Хватит болтать! Как бы там ни было, мы должны быть верными имени Господа Иисуса, иначе мы предаем Господа. Пастор Джоан, всемогущий Бог – это вернувшийся Господь Иисус. Он лишь использует другое имя в другом периоде. И если мы не приветствуем Господа, мы действительно предаем Его. Выходит, это мы предаем Господа? Что ты несешь? Сиди спокойно. Братьян, мы уже более двадцати лет трудимся, проповедуем Евангелие и пережили многое. Хоть мы родились не от одной матери, мы были и остаемся духовными товарищами. Да. Когда мы вместе служим Господу, это чудесно. Пастор Джоан, если ты… Если ты перестанешь верить в Восточную Молнию, я сделаю тебя старейшиной и увеличу ежемесячную финансовую поддержку. Что скажешь? Пастор Джоан, если тебе нужно что-то еще, просто скажи, да? Эй, брат Ян, если вы станете старейшиной, абсолютно все будут почитать вас, будут уважать, и все будут… Брат Ху, как можно говорить такое? Разве мы верим, лишь чтобы стать старейшиной? Мы проповедуем, чтобы требовать уважения и положения в церкви? Для вас деньги и положение важнее, чем даже Божье спасение в последние дни. Ты… Почему ты никак не поймешь моих намерений? Я лишь хочу помочь тебе. Хочешь помочь мне? Не мешай мне изучать истинный путь. Ты… Брат Ян, пастор Джоан боится, что вас обманули. Давайте сядем и поговорим. Я принесу еще воды. Да, да, да. Похоже, брат Сян Мин тверд в своей вере во всемогущего Бога. Я так думаю, что если не деньги и статус, то уж сын его заставит одуматься. Это Тао. Тао пришел. Пастор Джоан, брат Ху. Почему ты вернулся? Папа, нам нужно поговорить. Ой, я возьму. Я сам тут. Да. Тао, что случилось? Папа, пастор Джоан сказал, ты веришь в восточную молнию. Пастор Джоан? Тао, послушай, восточная молния это явление и работа Господа и… Пастор Джоан сказал, все, кто верит в восточную молнию, будут отлучены от церкви. Сынок, отлучение меня не пугает. Господь вернулся, и если мы не примем его с радостью, он отвергнет нас, и мы навсегда потеряем шанс быть восхищенными в небесное царство. Пойми, семья Минь узнала, что ты принял учение восточной молнии. Они хотят отменить свадьбу. Отменить? Да, брат Ян, нужно все же подумать о сыне. Точно! Минь такая хорошая девушка! Именно. Папа, отрекись от всемогущего Бога, ладно? Сынок, не волнуйся. Я поговорю с ними через пару дней. Когда они узнают, что всемогущий Бог это вернувшийся Господь Иисус, они все поймут. Папа, я... Это Минь. Ответь. Привет, Минь. Что? Не понял? Дай мне объяснить, Минь. Алло, Минь. Алло. Что Минь сказала? Она сказала, что если я хочу жениться на ней, я должен перестать с тобой общаться. Перестать общаться? Но... Папа, что я... Брат Ян, мать Тао давно покинула нас. Он ваш единственный сын. Вы же должны позаботиться о нем. Верно? Боже, что же я должен делать? Я прошу, направь меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Ты должен проходить через трудности ради истины. Ты должен отдать себя истине. Ты должен терпеть унижения ради истины. И чтобы приобрести больше истины, ты должен перенести больше страданий. Ты должен стремиться ко всему, что прекрасно и хорошо. И должен искать стезю в жизни, которая является более значимой. сынок, ты уже взрослый, тебе пора жить своей жизнью. Тебе не нужно обо мне заботиться. Главное, чтобы ты был счастлив. Пап, не говори так. Я верил в Бога почти всю жизнь, надеялся и ждал Господа. Я ждал Его десятилетиями. и сегодня наконец Господь пришел. Мне не нужно ничего, только лично общаться с Богом. Я хочу читать Божье Слово, следовать за Богом. Сын мой, надеюсь, ты поймешь меня. Папа, я все понимаю. хочешь верить во всемогущего Бога? Я не буду мешать. Попытаюсь поговорить с Минь. Постарайся убедить ее. Да. Тао! Тао! Эй! Тао! Тао! Тао, ты… Ты… Ян Сан Минь, ты… У тебя нет сердца, да? Тебя не волнует свадьба твоего сына? Пастор Джуан просил Тао поговорить с вами и подал Минь идею, как помочь, а теперь… Ты подал Минь эту идею? Пастор Джуан, ты… Ты использовал свадьбу Тао, чтобы угрожать мне? Брат Ян, пастор Джуан только хотел заставить вас образумиться. Зря вы так, он же все это из благих намерений. Благих? Я и представить не мог, что вы будете вынуждать меня сойти с пути истинного такими подлыми методами. Какой ужас! Ян, вы должны понять благие намерения пастора Джуана. Ян Сян Мин, предупреждаю, эту церковь создал я самолично, и я не позволю тебе уводить мою паству. Иначе… Не вини меня, ведь я приму меры. Пастор Джуан, как можно говорить, что ты создал церковь? Как бы ты мог ее создать? Спроси, братьев и сестер, кому принадлежит церковь? Глава нашей церкви Христос, а ты лишь пастор. Как ты можешь быть главой? Бог вернулся на землю, а ты удерживаешь Божий ховец под своим контролем и не даешь им изучать истинный путь. Разве же это не разбой? Ты… Задумайся над тем, что ты такое делаешь. Это мне нужно задуматься? Ха! Я храню путь Господень и берегу его паству. Да! А ты говоришь, что я разбойник? Ты осуждаешь своего пастора. Эх, брат Ян, как можно осуждать своего пастора? Пасторы представляют Господа. Ты… Если из-за вас все уверуют во всемогущего Бога, кто будет слушать пастора Джона? Кому он будет пастырствовать? Зря я взял тебя с собой. Теперь-то мне все ясно. Ты прикрываешься тем, что хранишь путь Господень, но отвращаешь всех от истинного пути. И чем ты лучше фарисеев, такой же, как они? Господь Иисус проклял фарисеев, сказав, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Вы не пускаете людей в Царство Небесное, боясь за статус и доход. Не боитесь, что Бог проклянет вас? Ты… ты смеешь называть меня фарисеем? Это уже слишком! Ты и сам в душе знаешь, фарисей ты или нет. Из-за того, что вы, пасторы и старейшины, мешаете нам, братья и сестры так и не вышли навстречу вернувшемуся Господу. Всемогущий Бог говорит, те, кто читает Библию в величественных церквях, ежедневно декламируют Писание, однако ни один из них не понимает цели Божьего труда. Несмотря на то, что они размахивают именем Бога, они сознательно противостоят Ему. Несмотря на то, что они наклеивают на себя ярлык верующих в Бога, они являются теми, кто ест человеческую плоть и пьет кровь человека. Все подобные люди это дьяволы, которые пожирают человеческую душу, это демоны, которые целенаправленно мешают тем, кто пытается встать на правильный путь. Это камни преткновения, затрудняющие путь тех, кто стремится к Богу. Братья и сестры живут во тьме, не видят пути, но жаждут возвращения Господа, а вы же пытаетесь удержать их своими мерзкими путами. Ты! Вы бы оставили их страдать от жажды, голода, но не разрешили исследовать истинный путь. Я! Наконец-то я все понял. Вы, пасторы и старейшины, антихристы, не дающие людям обратиться к Богу. Да вы! Ян Сен Мин! Ты перешел все границы! О! С сегодняшнего же дня ты отлучен! Тебе больше нельзя появляться в церкви! Ты отлучаешь меня? Подумай о том, во что превратилась церковь. По мне, так она как лаудикийская, которой правили антихристы. Святой Дух давно отсеял подобные церкви. Они пали и стали религиозными вавилонами. Я услышал голос Божий. Восседаю с Агнцем на брачном перу. И не отлучи ты меня, я бы нашел способ сбежать из религиозного вавилона. Ты? Наша церковь религиозный вавилон? Она будет разрушена? Не слушай его! Господь Иисус сказал, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены. Вдвое худшим вас! Сегодня я наконец понял истинное значение слов Господа Иисуса. Ваши труд и проповедь не для того, чтобы привести людей к Богу, а для ради увлечения их в противлении Богу превращения в сынов гиены. Пасторы и старейшины разбойники. И вы уже давно прокляты Богом. Вы, как вы смеете так разговаривать с пастором Джуаном? Ян Сян Мин, послушайте, если вы посмеете расхищать нашу паству, мы позвоним в полицию и донесем на вас. В полицию? Сегодня я ясно увидел истинное лицо вашего лицемерия. Вы хуже антихристов. Вы же иуды. Вы, 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 вы... Пастор Джуан, он же назвал нас иудами. Вы... Ты... Ты все же прав. Хучуан, ты удумал донести в полицию на брата Яна? Разве это не поступок иуды? Пастор Джуан, вы же сами сказали... Хучуан, как и я, пастор, могу предать своих братьев и сестер. Это равносильно предательству Господа. Что же нам делать? Ты что, дурак? А? Если мы и заявим, то сделаем это по-тихому. А, точно. Эти коммунисты способны на все. Они же отродья дьявола. Хм, верно. Сдать им церковь всемогущего Бога это идеально. Отлично. А-а-а. Да, да. Ян Сянмин, раз уж дошло до такого, то отныне ты иди своим путем, а я уж пойду своим. Только хочу напомнить, если ты попытаешься увести мою паству, то я не буду миндальничать. Уходим. Хм. Вы не оценили самых благих намерений нашего пастора Джуана. Хм. Благих? И это были благие намерения? Ай.